Слово капитана – закон, это не то же самое, что капитан всегда прав. Даже если капитан не прав, его надо слушать. Смотри пункт первый. И не потому, что он имеет право на неоптимальное решение, он может ошибаться, но нельзя одновременно и левым и правым бортом пошвартоваться. Надо каким-то, даже если по каким-то соображениям очевидно, что швартоваться нужно другим бортом, а капитан решил иначе. На веревках нельзя стоять, сидеть, лежать и так далее. Даже какие бы они не были, она просто лежит в бухте. Не надо иметь подлички сидеть, лежать, стоять на веревках. Потому что, во-первых, на ней можно поскользнуться элементарно. Если бы вы просто наступили в хорошую руководину, вы бы поехали. Это лишнее. Второе. Даже если человек понимает, что происходит на яхте доподлинно, все равно может случиться так, что вот эта веревка натянулась по какой-то причине. И вы оказались замотанными в эту веревку. В детстве у нас, когда мы даже на маленьких шурботах ходили, у нас тренер требовал наличия у каждого привязанного перочинного ножа, причем хорошего ножа, которым можно обрезать веревку, в которую ты запутался при переворачивании шурбота. На больших яхтах поступают, в общем, иначе. Есть понятие «корпитный нож». То есть везде, где работают с веревками, есть близко нож в чехле, которым, если что, можно воспользоваться. На яхте есть такое место на многих яхтах, но не на всех. Есть штурманский стол. Традиция такая, если ты туда поражил что-то, это будет выкинуто. Исключение делается для документов. Ну, иногда деньги не выкидывают. Человек пошел с берега, поражил, пошел дальше. – Это святое. – Это святое. – Особенно, если карта там лежит. – Все равно. Вы можете пойти на какую-нибудь яхту с хорошими традициями, и все люди думают о сувенирах, окажутся за бортом. Вам об этом даже никто не скажет. Если вы будете говорить, что, а где, а что, я положил наш турманский стол, ответ будет, это не место. Из страшилок собственной жизни. Чартерная яхта. Что-то мы там выходили по проливу. Погода идеальная, качки никакой, все замечательно. Кто-то что-то решил подвертеть. Доставляющих с инструментом, который есть на каждой яхте. Как-то его поставил, как-то его не закрыл. Вышли из пролива, началась качка. Кто-то пошел вниз, а там летают инструменты. Ящик открылся. Проскогубцы, отвертки, стамеска. Оно летает, все. Ну, вот это бурквест, конечно. Другой на эту тему историю. Значит, мальчик очень образно мне рассказывал знакомому. Спустился с вахты, там чай горячий. Думаю, я сейчас печеница достану. А засунули, торопились, пакетик, ну, из магазина целлофановый. Ну, кто-то его порвал, печеньку достал, дальше шкафчик закрыл. Я, говорит, шкафчик открыл, и на меня все это печенье. И вот это все, значит, из таймов размокшая, там всегда какая-то влага есть, выгребать. То есть вот, ну, еще очень образно описывают, что представьте себе, что ваш дом поместили в гамак, и в гамаке еще есть батут. Вот эта ситуация, значит, на яхте. Соответственно, все должно иметь свое место и быть закреплено. Просто, скажем, вот на драконе, там, ну, кокпит глубокий, там, и, да, в определенной погоде никто там все не хотят одевать жилеты. Хотя не все, некоторые одевают. Во-первых, гимн сможет расшифровать. А вы как относитесь к этому? Надо обязательно одевать? Вы сами в жилете? Я, вот как бы, больше 4 баллов я в жилете. У меня есть количество жилетов по всем, ну, для всех членов экипажа. Я считаю, что я там падать не буду. Буду делать. Опять же, если вдруг вы чувствуете, что вы падаете, хватайтесь за все, что угодно. Самое главное удержаться за яхту. Даже если там, это там что-нибудь совсем нельзя. Хватайтесь за все, что угодно, уцепляйтесь любой ценой за яхту. Второе. К сожалению, были примеры смешные. Если что-то упало, и даже если кто-то упал, не прыгайте. Значит, как это ведро кидать? Если яхта даже на малом ходу, ведро кидается только вперед, только по ходу робки, и достается, когда оно у вас вот здесь. Если оно ушло назад, даже не на большом ходу, вы улетите вместе с ним, если вам жалко будет его бросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok